Присаживайтесь Итак, я вот еще раз, сейчас покажем вам скатывание Значит, вот я даже напишу, скатывание Вот что это такое? Это когда MGH, это есть И относительно мгновенной оси вращения пополам А дальше V на R в квадрате То есть, ну, что такое момент инверсии относительно мгновенной оси Это есть ИМР в квадрате на 2 V квадрат на R в квадрате Вот тут и R сокращаются Вот, и получается, что V Это есть корень из 2GH поделить на И Где? И равно Давайте посмотрим, что это такое 1. Это просто скольжение Чистое скольжение, ну, например, какой-нибудь прямоугольник скользит Не прямоугольник, а какое-нибудь тело, которое соскальзывает Значит, 2. Это обруч 3. Вторых Это цилиндр Ну, если про шары говорить, то 7. Пятых Это шар Вот там основные тела, которые могут Как бы скатываться Вот с этой поверхности То есть, это будет скорость И тогда мы видим Что наиболее эффективно Соскальзывает кто? Ну, скольжение Вот обычное тело Просто обычное школьное скольжение А вот скатывание Опять-таки дальше идет кто? Наиболее Вот самый Вот обруч Как бы И самое большое Дальше поменьше цилиндр Поменьше То есть, понятно, с какой скоростью все это соскальзывает И вот в качестве примеров Вот берутся с совершенно одинаковыми массами Вот эти вот тела Ну, вы мне уже говорили Что И просто сравнивают их Вот Кто скорее достигнет цели Какое тело быстрее достигнет цели Вот совершенно явно Так сказать, вам было видно Кто вперед Это при одинаковых массах Это вот, считай, обруч А это цилиндр У которого в момент инерции Вот здесь вот Относительно мгновенные оси вращения Три вторых Ну, можно другие как бы примеры показать вам Как скатывается Какое-то там Вот тяжелое тело Вот это полегче Двух одинаковых радиусов Вот это сталь А это, видимо, какой-нибудь алюминий Вот посмотрим Да, забавно Вот сами смотрите Что тут получается Это отбойная часть Не перевесили Ну, тут разные трубочки Вот колечки Это медные Это вот Просто посмотреть Как они скатываются С наклонной плоскости Очень эффективно Вот два, казалось бы, одинаковых тела Внешне Теперь посмотрим Ну, в нем там что-то внутри Что там, шарик? Болтик Ну, вот тут более регулярные, так сказать, искажения Колеблется Видите, колебания Тем не менее, можно заставить соскальзывать Ну, вот, в общем Вот с дыркой Видите Посмотрите на это Тоже такое неравномерное движение Так сказать, разбалансировка Вот Здесь Мы, как бы, заканчиваем эту проблему Скатывание, вкатывание Все остальное посмотрим На семинарских занятиях То есть, как решаются подобные задачи На семинарских занятиях А теперь Общий вопрос Момент импульса твердого тела Момент импульса твердого тела Теперь мы хотим, как бы, понять Как движется Не в плоском случае А вообще Твердое тело вообще Как оно может двигаться И вот момент импульса твердого тела L В самом общем виде L Это есть что такое? Интеграл Вот, скалярное произведение R на V Векторное произведение R V на DM Ну, интеграл Это по объему тела По массе Как бы Массовый интеграл Ну, надо вот собирать Вот эти вот Как бы Детали этого тела В единый интеграл Это просто Общее такое обозначение Понятно, что это такое Ну, поскольку тело Может Совершать вращательное движение То V Скорость выражается В свою очередь Как омега-R Векторное произведение Ну, тогда у нас здесь Явно возникает Двойное векторное произведение Которое требует своего раскрытия Давайте это напишем R На омега-R Ну, все представляют Как оно раскрывается По известной формуле B, A, C Минус C, A, B Ну, вот Вот это вот Омега На B, A, C Значит, это R в квадрате Минус C R А здесь будет скалярное произведение R на омега Вот эту R на омега Легко представить Или омега-R, если хотите Это удобнее звучит Это есть омега-X на X Плюс омега-Y на Y Плюс омега-Z на Z Ну, и тогда Теперь это все можно подставить в интеграл И мы увидим, что L Момент импульса Это есть омега Интеграл R в квадрате на DM Вообще говоря Минус Опять-таки интеграл Омега скалярно R А направлено Как R на DM Скалярное произведение Какое число Получается вот такая вот сложная вещь Которую, конечно, надо раскрыть И теперь это уже раскрывать надо Покомпонентно Давайте это распишем LX Момент импульса В проекции на заданную ось X Записывается так Интеграл Вот сразу DM Пишу А здесь будет Такая вот сложная штука Омега-X X квадрат плюс Y квадрат плюс Z в квадрате Это, надеюсь, вы понимаете Это R в квадрате Это довольно очевидно Минус Омега-X X квадрате Минус Омега-Y X-Y Минус Омега-Z X-Z Скобка закрывается Это Иксовые компоненты И мы сразу видим, что Вот этот элемент сокращается Вот с этим Тут есть небольшое сокращение Теперь LY Это есть интеграл DM И вот точно так же Запись такая же DM Значит, здесь будет Омега-Y Икс квадрат плюс Y квадрат плюс Z в квадрате Минус Омега-X На X-Y Минус Омега-Y На Y в квадрате Минус Омега-Z На Y-Z Вот вам Такая компонента Вектора L И наконец Z-овая компонента DM Омега-Z Икс квадрат плюс Y квадрат плюс Z в квадрате Минус Значит, здесь получается так Омега-Z Омега-X Омега-X X-Z Минус Омега-Y Y-Z И минус Омега-Z Z в квадрате Вот здесь так же Сокращаются вот эти элементы И Z Вот здесь эти элементы Ну, вот раскрытие, наверное, всем понятно Как тут получается, да? Это видно просто Ну вот А теперь Все это Ну, может быть Я надеюсь, что вы все-таки представляете Что такое матрица Было это? Вот И что такое вектор Его можно представить в виде векторного столбика И в виде векторной строчки Вот Значит, пусть это будет вектор-столбик такой С компонентами Вот часто пишется так L Это есть LX LY LZ Вот А что же это такое? И вот я распишу это следующим образом Это есть DM А вот здесь такая матрица возникает Y квадрат плюс Z квадрат Значит, здесь вот так X квадрат плюс Z в квадрате А здесь А здесь X квадрат плюс Y в квадрате Ну, всякие Минус XY Минус XZ Здесь минус XY Минус YZ А вот умножить все это нужно на омега-х, омега-у и омега-з Вот такая компактная существует запись Значит, как это происходит? Надо умножить строчку из этой матрицы на этот столбик И тогда вы получите вот этот компонент у вектора LX Эту строчку умножить на этот же опять весь столбик Получите компонент у LY LZ Таким образом, можно все это совершенно компактно записать Давайте это запишу И вот эта матрица Я ее просто отдельно запишу Эта матрица есть, является собой вот такой вот интеграл DM Значит, от Y квадрат плюс Z квадрат Умножить Дальше Интеграл DM X квадрат Плюс Z квадрат И вот еще один интеграл DM Значит, соответственно X квадрат плюс Y квадрат Вот Ну и боковые элементы Соответственно Минус интеграл DM XY Y минус интеграл DM X Z Минус интеграл DM Значит, соответственно YZ Ну, это тоже можно заполнить Минус Вот здесь вот Ну, минус DM XY Y минус DM X Z Минус Интеграл DM Y Z Ну, вот все у меня получилось Вот эти Эта матрица Записывается еще так В упрощенном виде Ну, вот ее так иногда пишут YXX YY YY YZ Ой, YZ Z Здесь YXY Y XZ Ну, и так далее Вас этому уже учили Вот это все дальше расставляете То же самое Итак Мы видим Что это Весь Вся эта матрица Называется Тензор Инерции Тензор Инерции Смысл этого тензора Совершенно прозрачен Вот я вам написал Что это такое Это Покомпонентно Вот эти вот Боковые Элементы Их часто еще обозначают Не XX А просто X Не Y А просто Y А вот эти Вот эти вот элементы Не диагональные А вот боковые Или еще называют Центробежные моменты инерции Ну, так вот Это в самом общем виде Так можно записать Момент импульса твердого тела В самом общем виде Для тех, кто немножечко Хотя бы овладел Элементами линейной алгебры Уже Теория матриц Уже все тут Все тут более-менее понятно Значит Но оказывается Что можно Меняя оси Направление осей X Y И Z Подбирая систему Вот такую Ортогональную систему Координат X, Y, Z Можно Свести эту матрицу Подобрать Для данного тела Такую матрицу Что она станет Чисто Диагональной Чисто Диагональной И вот Такие оси И Как свести Матрицу К диагональному виду Вот эти Преобразования Матриц Вы еще, наверное, не проходили Да? Вот Это все у вас впереди Вам это сейчас И не нужно Есть просто Соответствующая Теорема Из области Линейной Алгебры Где Вам Вас обучат Как Это сделать Вот эту вот Матрицу Тем более Она симметричная Вы видите Она симметричная Симметричную матрицу Всегда можно свести К матрице Вот такого типа Смотрите Какого Вот И Со звездочкой Ее можно так вот Записать Это есть И Икс Со звездочкой И Игрек Со звездочкой И И З Со звездочкой Вот так вот А здесь везде нули То есть К такому Диагональному Виду И вот В таких Осях В новых Осях В них Момент импульса Вот в таких Осях Выражается Очень просто ЛХ Это есть Омега Икс На И Икс Л Игрек Равняется Омега Игрек На И Игрек И ЛЗ Равняется Омега З На И З Такие Оси Называются Главными Осями Инерции То есть Это Главных Вот Пишу В главных Осях Инерции Но очень часто Можно понять Что Например У симметричных Тел Главные Оси Инерции Например У шара Вот его Основные Три оси Провести Проходящие Через Центр Шара Они И будут Главными Осями Инерции То же самое Можно сказать Про куб У которого Существуют Такие Оси Инерции Так что Уже Используя Симметрию Тела Можно Ну Много Существенно Упростить Или Сразу Предсказать Какой Будет Вид Движения Этого Тела Как Оно Будет Вращаться В Пространстве Так вот Существует Некий Геометрический Образ Геометрический Образ Который Называется Или Псоид Инерции Этот образ Сопутствует Вот Тому О чем Я сейчас Рассказал То есть Можно Показать Что Вращению Каждого Вот То Как Устроено Это тело Глядя на него Ему Соответствуют Некие Эллипсоид Инерции То есть Можно Предсказать Что Если пропустить Осе Подобрать Х Игри З Вот Так То Тогда У нас Вот Момент Импульса Будет Выражаться Следующим Образом То есть Уже Заранего Расписать В соответствии Вот С этими Делами Давайте Построим Эллипсоид Инерции Итак Эллипсоид Инерции Поговорим Еще Об этом Вот Возьмем Произвольные Какие-то Взаимно Перпендикулярные Ортогональные Оси То есть Х Игрек З Игрек И З И теперь В этих Осях Проведем Через Начало Координат Это все Здесь Где-то Размещено Твердое Тело Мы даже Не уточняем Какой оно Формы Что тут С ним Я просто Провожу Некую Произвольное Направление Вот я Вот я его Назову О Л Вот эта Единичный Косинусы Направляющие Косинусы Косинусы Альфа Бета И гамма Это не углы А уже Косинусы Этих углов Поэтому Тогда Вот этот Отрезочек Вот здесь Обозначится Длина этого Отрезочка Поскольку Е единичный Вектор Это будет Просто Гамма На оси Х Это будет Отрезочек Просто Альфа А на оси У Это просто Бета Ну Надеюсь Вы понимаете Альфа Бета Гамма Так просто Гораздо Удобнее Меньше Писанины А то Будет Как начнем Эти Косинусы Да еще В квадрате Писать Ну так вот Напоминаю Что вектор Е Он Является Единичным Ну вот Теперь Возьмем Какую-нибудь Точку Ну например Вот здесь И проведем Эта точка С массой ДМ Это элемент Этого тела Масса Этого элемента ДМ Небольшой Бесконечно Маленький Элементик Этого тела Вот сюда Вектор Р Вот этот Вектор Я обозначу Даже не вектор Ну просто Направление Вот этот Отрезочек От элемента ДМ До моей Выбранной Оси ОЛ Р Перпендикулярная А вот этот Отрезочек Р параллельная О Вот до этой Точки Поняли Поняли Да Вот Ну а теперь Все очень просто Ясно Что у меня Р в квадрате Будет иметь Координаты Х квадрат Плюс У Квадрате Плюс З в квадрате Кроме всего Прочего Альфа в квадрате Плюс Бета в квадрате Плюс Гамма в квадрате Равно Единице Поскольку Это направляющие Косинусы Уже То есть Компоненты Единичного Вектора Вот я Это Использую Ну и Теперь Пишу Момент Инерции Относительно Оси И Л Этого элемента ДМ Ну Во-первых Элемент Это будет Р Перпендикулярная В квадрате На ДМ Ну и Надо Проинтегрировать По всему Объему Тело Вот Таким образом Это будет Момент Инерции Относительно Оси О Л Ну Смотрим Дальше А с другой Стороны Я ввел Что же я ввел У меня Прямоугольный Треугольник Р Перпендикулярная Р Параллельная И Р Это будет Р в квадрате Минус Р параллельная В квадрате Р в квадрате Минус Р параллельная В квадрате На ДМ Пожалуйста Вот это Дальше Помним О том Что Р в квадрате Это Х квадрат Плюс У квадрат Плюс З в квадрате Это очевидно А вот Р параллельная В квадрате Можно выразить Следующим образом Давайте-ка Его напишем Ну Даже так Р параллельная Пока что Это есть Что такое Х Альфа Плюс Игрек Бета Плюс З Гамма Вот напрягитесь Ну Скалярное Произведение Двух векторов Вот этих Р параллельно Если его обозначить Вектором Вот По отношению К этой оси Тогда у нас Получится Р параллельно Это Х Альфа Это же Косинусы Альфа Это косинус Соответствующий угла Х Косинус И так далее Вот оно Здесь расписано И теперь Подставляя Все это Хозяйство Сюда Я напишу Что И Л Это Есть Интеграл От Х Квадрат Плюс У Квадрате Плюс З В Квадрате Минус Х Альфа Плюс Игрок Бета Плюс З Гамма В квадрате Вот Все это Вместе Еще раз Закрываю скобку На ДМ Вот Дальше Конечно Немножечко Надо Вот Использовать Вот это Соотношение И это Чуть-чуть Повозиться Чуть-чуть Самой малости Совершенно Понятно Что тут Получается И тогда Мы Найдем Вот такое Соотношение Просто Это выражение Для Момента Инерции Относительно Этой Оно Выглядит Следующим Образом Итак Продолжу Это равенство Это будет Альфа В квадрате Я пропустил Некие Ну Простые Преобразования Ну Надо Возвести В квадрат Тут сокращение Ну Аналогичные Вот этим Вот тут С левой На левой Доске Получается Альфа В квадрате Их Плюс Бета В квадрате Их Плюс Гамма В квадрате Из Плюс Плюс Альфа Бета На Их Игрек Вот Центробежные Моменты Пошли Плюс 2 Альфа Гамма И Икс З Плюс 2 Альфа Ой Бета Гамма Это было Уже Все И И Игрок З Вот Что получилось В таком Вот Замечательном Виде Ну Вот Это выражение Мы сейчас Конечно же Его Используем Так вот Теперь Когда мы Написали Чему равен Момент Инерции Тело Относительно Произвольной Оси Где И Икс Игрек Это вот Икс Игрек Из Это вот Те самые Вот Компоненты Тензора Икс Вот Диагональные Икс Игрек И вот Вот эти вот А Это компоненты Тензора Вон они Все Расписаны Центробежные Вот Теперь Построим Некий Некий Геометр Так я и напишу Построим Геометрический Образ То есть Геометрическое Место Точек То есть Отложим На оси О Л Отрезок Отрезок О Н Я вот Просто От фонаря Беру Вот здесь Какую-то Точку Н На этой Оси Отрезок О Н Длина Которого Равна Единица На корень Из И Л Единица На корень Из И Л Пожалуйста Вот это Имейте Ввиду Тогда Координаты Точки Н Н Будет Обозначим Так Х С Волной И С Волной И З С Волной То есть Что такое Х Волной Х Волной Это Альфа На корень Из И Л И Волной Это Бета На корень Из И Л И З Волной У нас Получится Так Гамма На корень Из И Л Итак Вот эти Три Координаты Х И З Волной Которые Вот Дают Нам Положение Этой Точки Отсюда Альфа Можно Выразить Следующим Образом Х Волной Корень Из И Л Бета У Волной На корень Из Которые Мне Сейчас Понадобится Это З С Волной На корень Из И Л А вот Теперь Я подставлю Я нашел Эту точку Ну как бы Просто сказал Что точка Имеет Такие Свойства А теперь Выразил Вот эти Направляющие Косинусы Выразил Через Этой Координаты Этой Точки Который Вот таким Образом Выбрал И подставлю Вот в это Выражение Для И Л Для Момента Инерции Относительно Этой Оси Тогда смотрите Что получается И Л Ведь это Что Вот Подставляю Альфа В квадрате Значит Это будет Х С волной В квадрате Значит На И Л И Х Плюс И С волной В квадрате На И Л И И И Плюс З С волной В квадрате И Л На И З Плюс 2 Х И На И И И И И Плюс 2 И З На И И И З Плюс 2 И И И И И И И И И На Да И 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 З Ну Я не зря Их пропускал Потому что они все равно сокращаются То есть это специально так и подобрано Видите С тем чтобы Сократился момент инерции этого тела Относительно данной оси И И Целое Геометрическое место Точек Не Обязательно Вот Точно Вот там На этой оси Н Ось Н Это Произвольно То есть получается x квадратис волной И И И И И И Плюс И И В квадратис волной И И И Плюс 2x y Значит И x y Плюс 2x z и x z Все это написано Это написано Соответствующие Вот координаты Соответствующие Точки Так вот Понятно Что этот Эллипсоид Ну Что такое Эллипсоид Его в сечении Всегда будет Эллипс То есть У него есть Три Как бы Оси Значит По оси x y z Этот Эллипсоид Как бы Пересекает Эти оси x y z В точках С координатами Допустим А, b, c То есть Получается Как у эллипса Большая полуось Средняя полуось Малая полуось Ну Представляете себе Вот Таким образом А здесь Это было показано Что можно свести Убрать Вот эти У нас Поскольку Есть Этот Этот Тензор Эта матрица Симметрична То с помощью Подбора Направлений x y z Можно Выбрать Главные Оси Инерции В которых Вот эти Центробежные Моменты Становятся Зануляются Становятся Равным нулю Вот в главных Осях Инерции Поэтому В главных Осях В главных Осях Ну Я их Обозначу x со звездочкой y со звездочкой и z со звездочкой Это главные Оси Инерции Главные Оси Инерции Тогда Получится Следующее x Не вращение Не вращение Не вращение Где a Это есть Соответственно 1 На корень Из i x со звездочкой b Это есть 1 На корень Из и y со звездочкой c Это есть 1 На корень Из и z со звездочкой Вот эти Соотношения вам могут помочь решить простенькие задачи на эту тему. Вот, в частности, то есть в главных осях, или псоид, или инерции будет так выглядеть. И x со звездочкой, вот как я там эти звездочки писал, x со звездочкой в квадрате, плюс и y со звездочкой, y со звездочкой в квадрате, плюс и z со звездочкой, z со звездочкой в квадрате, равно единице. Вот выражение для эллипсоида инерции в главных осях a, b и c, вот те самые полуоси эллипсоида, которые легко рассчитываются. Вот, значит, конечно, можно увидеть, здесь вот, кстати, я еще раз напишу, центробежные моменты равны нулю, все. Вот в главных осях инерции это еще раз повторяется. Значит, такое представление единственное, но это вам как бы покажут в курсе аналитической геометрии, безусловно. Такая система единственная, другой такой нет. Если существует ось, вот существует ось симметрии тела, она же является главной осью инерции, обязательно. Вот если есть хоть какая-то симметрия, она же будет главной осью инерции. Вот, то есть можно записать такие как бы слова вот сюда. Это теперь уже не нужно. Итак, словами, значит, если существует ось симметрии тела, то она является, она же главная ось, главная, центральная. Ну, центральная, если она проходит через точка О, у нас сидит в центре инерции этого тела, конечно же. Поэтому она будет центральная. Главная центральная ось инерции. Это обязана быть так. Второе. Если существует плоскость симметрии тела, то любая ось, то любая ось, перпендикулярная этой плоскости, является главной, главная ось. Ну, вот существует, например, такое тело, как кубик, куб. У куба, сами понимаете, возникает вот у него таких три плоскости, три оси. Поэтому у кубика все три оси, проходящие через центр куба, являются главными осями. И получается, вот совершенно ясно, что получается не эллипсоид инерции, а он вырождается в шар. В шар инерции. У него эллипсоид инерции есть шар. Просто сфера, если хотите, то самое геометрическое место точек. То есть куб, который имеет три плоскости симметрии, дает нам три главных оси, перпендикулярных. И у нас получается, что шар является эллипсоидом инерции. Ну, а вот это тело, например, это уже не куб. И он выражен, у него, конечно же, три оси инерции. Три главных оси инерции проходят тоже через его центр. Но моменты инерции разные, поэтому здесь получается особое какое-то хитрое достаточно движение этого тела. Вот смотрите, есть соответствующая теорема, которую мы, конечно, не будем доказывать. Вы можете прочитать об этом у Сивухина. Но хотя бы знать. Вот, кстати, на этом основана игра в коробок. Вот, знаете, вот подбрасывает спичечный коробок, вот так вот, как он там, вот, кто его поставит там. Ну, есть такая дурацкая игра, детская, но даже не очень детская. Так вот, смотрите, вот этот, смотрите, как вращается это тело. И вот это вращение, вот эта ось, а момент инерции относительно этой оси, проходящей вот через красные грани, видите, вот эта ось, она наименьший момент инерции очевидна. Это вращение является устойчивым. Обратите внимание, как бы я ни подбросил, вращение устойчиво. Значит, относительно большой, вот этой вот, 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 вот вокруг этих осей, вот, вот здесь вот, это максимальный момент инерции. Такое вращение тоже устойчиво. Нет, не получилось. Так, сейчас. Так? Вот. А вращение относительно средней оси становится совершенно неустойчивым. Вот, как бы я показываю. Видите, оно кувыркается. Вот в перерыв, сейчас начнется перерыв, и можете его покидать, и увидите все особенности этого вращения. Ну вот, пока мест я тут стираю, вам покажут опыт, который я не успел показать в прошлый раз. Вот, где показывать? Вот. Покажут опыт. Катушка. Обычная катушка. Оказывается, все зависит от угла, и вот тут вот вы должны сами уже понять. Ведь катушка иногда может катиться вот туда, за рукой. Видите? А может и в противоположную сторону, пожалуйста. Но это угол большой. Когда это происходит? Вот. Вы должны суметь нарисовать, так сказать, эти случаи, когда это, когда момент вращающий будет, когда она не движется. То есть он специально подобрал угол такой, когда у вас вот этот проходит через точку опоры. Вот здесь вот, вот сейчас. И поэтому он не движется. Так что тут с этим вам нужно, конечно, тоже разобраться. Ну, это такая стандартная задача, я бы сказал, для школьников. Вы-то уже все-таки чего-то преодолели. Конечно, то, что я сейчас рассказывал, это вам сложно сейчас это все воспринять. Трудно. Поэтому, где это более-менее описано, меня спрашивали. Более-менее описано у Всевухина, в его книжке «Механика». Вот, пожалуйста, посмотрите, там тензор инерции и момент инерции этого тела. Все там расписано более-менее. Ну, а более детально, как бы вы это все посмотрите, уже на втором курсе, в курсе теоретической механики. Вот где все это будет играть соответствующую роль. С вопросом тензор инерции и вот эллипсоид инерции, вы наверняка, некоторые из вас, по крайней мере, уже столкнулись в лабораторном практике. У нас есть соответствующая лабораторная работа. Но, насколько я понял, там очень невразумительно все это получено. Я почитал это, как-то очень непонятно. По-моему, с моей точки зрения, я вам сейчас рассказал более-менее оптимально. Итак, следующий вопрос, который мы сейчас посмотрим, он... Посмотрим, как движется так называемый симметричный волчок. Вот есть такое понятие – симметричный волчок. И вот я попытаюсь сейчас нарисовать, как же он может двигаться при свободном вращении. Симметричный волчок – это тело, которое имеет следующее распределение. Типа веретена я его нарисую. Вот, смотрите. Вот пусть у меня это ось. Вот. Значит, это симметричное тело. Видите? У него есть ось симметрии. И вот как назову эту ось Z. Значит, относительно перпендикулярной оси... Ну, например, это вот будет у нас центр инерции этого тела. Вот. И теперь посмотрим, как направить лучше всего оси X и Y. Давайте направим, чтобы картинка была содержательной, не пространственной, а вот в плоскости по существу. Вот эта ось у меня будет перпендикулярна. Это ось X. Она перпендикулярна оси Z. А ось Y, вот, она смотрит на вас. OY, вот этот центр инерции, это точка O. OY перпендикулярна плоскости рисунка. Видите? Так вот, всякое вращающееся тело, а мы сейчас будем заниматься этим волчком, он называется симметричный волчок, ну, такое общее название. Вот. Есть, конечно, еще такое понятие, как шаровой волчок. Шаровой волчок – это просто шар в пространстве. Вот он может вращаться вокруг любой своей оси, потому что у него любая ось является осью симметрии. Поэтому это не очень интересно. А вот такое тело, когда два момента инерции равны друг другу, то есть, X и Y равно, и X равно и Y, но не равно и Z. Видите? Выделенное такое вот направление. Здесь его движение гораздо интереснее будет нам с вами, поэтому мы сейчас им разберем это вращение. Итак, ну, поскольку у нас… Да, а выбор какой сделаем? Пусть, ну, момент… Почему так выбрали ось? Пусть момент импульса этого тела L лежит в плоскости этого рисунка, то есть перпендикулярен оси OY. Мы всегда ось X, поскольку есть симметрия, мы всегда можем подогнать, рассматривая вращение тела, как это тело вращается, всегда можем подогнать эти оси. Я еще раз подчеркиваю, ось Y выбирается таким образом, чтобы была перпендикулярна плоскости рисунка и перпендикулярна L, с тем, чтобы все было на этом рисунке в одной плоскости. Это еще раз повторяю, всегда можно выбрать. Итак, L – это момент импульса. Значит, у этого момента импульса, естественно, есть, соответственно, свои компоненты. Значит, давайте-ка я их вот покажу. Эта ось X сюда повыше, а эта компонента, соответственно, LX, а эта компонента LZ. Значит, LX, LX, LY, а LZ равна нулю, поскольку мы так выбрали вот наши оси, используя симметрию этого волчка. Отсюда видно, что поскольку в главных осях, а здесь явно главные оси, любое тело и X, и Y, и Z – вот этот симметричный волчок, у которого вот это все нули, это его тензор-анерции. Значит, отсюда следует, что L, ну, вот надо было бы написать так, вектор L – это есть И, а матрица в главных осях такая, на омега. Вот. Поскольку И вот такая матрица, то следует, что LX равняется, как я уже и писал, кстати, X омега X, LY равняется ИY омега Y, ну, и равна нулю, для нам, у нас с вами, по выбору, мы систему координат выбрали как, чтобы LY было равна нулю. Вот я это написал. Вот. Ну, и, соответственно, LZ равняется ИZ омега Z. Итак, отсюда видно, что омега Y равна нулю. То есть, вектор омега лежит тоже в этой же плоскости. Это вектор вращения, ну, как бы суммарный вектор вращения. Ну, в самом общем виде, я нарисую, пусть этот омега вот смотрит сюда. Мы опять-таки понимаем с вами, что они не коллинеарны, векторы L и омега. Не коллинеарны. Вот в чем дело. И тогда, ну, получается следующее. Смотрите. Вот эта компонента вектора омега называется омега Z. Она же является как бы собственной частотой. Нет, минуточку, неправильно. Эта компонента омега Z, а вот эта омега X, сейчас, 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 сейчас. А это омега X. Омега X. Вот, я просто проектирую. И смотрите, что интересно, вот здесь возникает, вот еще в направлении вектора L, который остается константой, естественно, при свободном вращении. вектора L есть постоянная величина. Вот. То возникает вот эта вот частота особая в проекции на L. Видите, вот сюда, эта компонента. Она называется омега-прецессией. Прецессией. Вот такой даже буквы ее обозначили. Омега-прецессией. Пусть у нас вот этот угол, вот этот вот, я обозначу как θ. Угол между вектором L и осью Z. Вот. Тогда вот этот же самый угол будет вот здесь θ. Ну, и достаточно нам. Видите, сколько тут у нас всевозможных компонентов. Так вот, вектор омега можно разложить следующим образом. На омега-Х и омега-Z в соответствии вот с... Вот это и есть они. Омега-Х и омега-Z. А можно разложить еще на другую пару. Омега-прецессией и в соответствии с правилом вот сюда вот. Вот эта частота, вот она, это омега собственная. собственного вращения относительно оси Z и прецессионного вращения относительно вектора L, который при свободном вращении остается постоянным. Он есть постоянная величина, он не может никуда отклоняться. Понятно? Вот. Таким, а вектор омега ему, конечно, не параллелен. И вот у этого вектора омега две компоненты. Одна, прецессионного вращения. То есть, вокруг этой выделенной оси L вектор омега совершает вот этот вектор свое вращение. Который опять-таки вот с такой частотой, а омега собственная, это есть частота собственного вращения. Значит, омега X, омега и омега Z эти две частоты еще раз подчеркиваю. Это просто ну, как бы проекция этой же самой частоты омега на эти оси, где есть и X, и Y, и Z. Видите? Ну так вот, теперь давайте уточним, что же это есть такое. Омега X, она легко выражается, как LX поделить на момент инерции относительно вот этой известной момент инерции. С другой стороны, из геометрии, омега X, это ведь есть эта прецессионная частота умножить на синус тета, что достаточно очевидно. Вот это омега прецессия на синус тета. Итак, тогда, значит, опять-таки имею в виду, а LX, это есть L синус тета, как мы видим, из этого рисунка поделить на и X. Вот, и опять-таки, вот, помня о том, что у меня здесь омега X, это и есть омега прецессии синус тета на синус тета, у меня, конечно, сокращается, этот синус тета вот отсюда уходит. И тогда прецессионная частота омега прецессии выражается очень просто. Это и есть омега X поделить на, ну, в данном случае омега прецессии, это и есть, во-первых, омега X на синус тета, вот это отсюда следует, а во-вторых, это и есть L на и X. Вот, что я хотел бы сказать. Итак, еще раз посмотрите внимательно, как в свободном пространстве никаких сил нету, ничего нет. этот симметричный волчок, у него нет никаких ни сил, ни моментов внешних сил, он просто вращается по инерции. У вас челюсть будет вот такая. Так вот, ну, нехорошо жвачку жевать, вы что, тем более в первом ряду, девушка, это же неприлично. так вот, сняли напряжение. Еще раз. L не прерыв, вот, вращает, это есть выделенное направление, момент импульса. И все вращается теперь, смотрите, угловая частота вращения, конечно, под углом, они не совпадают, как мы выяснили. Мы выбрали это направление, видите, какое. И у этой частоты есть две компоненты, х-овая и з-овая, которые выражаются вот так, но нам больше нравится разложение вот по этим направлениям. Смотрите, по направлению, ведь на самом деле вектор вращается вокруг этого направления, а не вокруг вот этой оси х, которую мы сейчас искусственно поставили. Вот. Поэтому нас интересует прежде всего омега-прецессия, прецессионная частота. И равна она вот этой вот величине. Вот так в свободном, так вот свободно движется вот это вот тело, которое называется симметричный волчок, если угодно. А теперь хотелось бы понять, кстати говоря, вот на этой вот здесь вот у нас есть соответствующая демонстрация. Вот он, ваш симметричный волчок. Вот он здесь представлен. Это и есть тот самый, о котором я говорю. Ну, вообще говоря, его можно уже сказать, что это есть еще и гироскоп. Так вот, симметричный волчок, вот этот, описанный здесь, по существу совершает свое движение. вот если нету, вот плоскость является абсолютно гладкой, то он, вот, я-то уж сам не буду, вот, ты, это можешь сделать лучше. Вот он его сейчас хорошо раскрутит. Вот посмотрите, как это все движется. Вот он сохраняет вот это вот, ну, исключая маленькие такие биения, он вот так и движется. У него ось никак описывает окружность. Ну, надо сказать, что все меняется, все-таки небольшое трение, но есть. И потом мы попозже обсудим, как влияет трение на все это дело. Видите? В конце концов, его ось выпрямляется. Это момент сил трения, который способствует подъему вот этой оси в вертикальной плоскости. Вот если все это сделать на резине, то эта ось подымется на резине легко и просто. Давай переведем его на резину. Здесь трение достаточно большое, и все это произойдет очень быстро. Ну, я надеюсь, он мне хочет. Ну, вот у него круги становятся все меньше и меньше, которые он выписывает. Сила трения старается его, тащит эту точку. А что сохраняется? Да центр масс, люди, центр масс стоит на месте, а вращение идет относительно центра масс. Сейчас вот сила трения подняли, вот этот вот, возникает момент сил трения, который подымает эту юлу, если хотите, вертикально. ну, все, вот потеря, полная потеря устойчивости. Значит, когда происходит вращение здесь, видите, вот эта точка, тут явно выраженный, где центр масс этой системы, вот вокруг нее и происходит прецессия, момент импульса, но, поскольку мы не можем вам показать свободного пространства, как это движется, здесь вот я это описал. Так вот, давайте этот же самый волчок теперь поместим, закрепим его точку и посмотрим, что тут делается. Итак, закрепим, ну, не закрепим, конечно, а вращение просто относительно некой, ну, я не знаю, чтобы не бегала вот эта нижняя точка волчка, у нас не бегала, а была как бы привязана к осям. Итак, вот эти оси Х, У и З, а вот это точка О, и вот здесь как бы ямка, если хотите, в которую поставлен этот симметричный волчок, с тем, чтобы он не бегал. Получится следующее. Вот это наша ось, и будем сразу полагать, что угловая скорость вращения симметричного волчка так велика, что вот это вот расхождение минимально. Ну, такое обычно встречается в гироскопах, когда раскручивание до десятков тысяч оборотов, а здесь оборот в секунду, вот такое прецессионное движение. Поэтому векторы L и ω практически совпадают. Так вот, вот это вектор ω у нас будет, а это кончик вектора L, который будет совершать свое прецессионное вращение, сейчас мы разберемся, а почему он такое будет совершать, вокруг вот этой оси Z, вот эта ось Z, вертикальная ось. Итак, вот здесь где-нибудь я помещу центр масс, это вот у этого волчка, я уж его тут разрисовывать наверное не буду, вот, потом может быть нарисую чисто условно, это вектор R, это наклон угол θ, так, ну вот сюда приложен вес, через вектор R, вот я, к сожалению, написал, это mg, вес этого волчка, все это делается уже в поле тяжести Земли, значит, этот вектор у меня L, ну вот, что же тут происходит, давайте опишем это движение, это приращение DL, это приращение этого вектора L при его прецессии вокруг оси Z, ну, все, вот что тут у меня получается, давайте напишем общее уравнение движения, DL по DT равно моменту внешних сил, момент внешних сил у нас однозначно какой-то, момент силы тяжести, другого здесь у нас нет, поэтому момент вот этих сил тяжести внешних, это есть R на mg, векторное произведение, ну вот, в горизонтальной понятное дело, что этот момент лежит в горизонтальной плоскости, почему? ну, потому что вектор R и mg образует плоскость, а стало быть, перпендикулярно этой плоскости вот этот момент направлен как-то вот сюда, ну, я рисую пространственную фигуру, глядя вот на это, мы видим, что вектор DL параллелен вектору момента внешних сил, он параллелен, то есть смотрит вот сюда же, отсюда сразу видно, а значит он и перпендикулярен вектору L, понятно? но в горизонтальной плоскости, таким образом можно записать, ну, во-первых, по модулю, значит, DL, не по модулю, а просто DL вектор перпендикулярен вектору L, как я сказал, то есть вектор, ну, модуль вектора L есть констант, то есть он не меняется никак по длине, то есть происходит вращение вокруг оси Z, это означает, что здесь вращение вокруг оси Z этого вектора L, а также и угловой прецессии, мы посмотрим, Dφ, значит, вот этот уголочек, на который поворачивается вектор L за момент, ну, вот я его просто, Dφ, это в горизонтальной плоскости этот уголочек, что это такое? Ну, это есть DL по модулю, поделить на L косинус тета, ну, DL, как уже было сказано, это есть M, DT и на L косинус тета, вот тут все уже просто, о L, почему косинус тета? Синус тета, это я маленечко проштрафился, исправляйте синус, вот он, синус L синус тета, вот этот вот L синус тета, вот этот вот радиус, и вот так вот это все, этот ось L вот в этом направлении обегает, то есть вращается вокруг оси Z, ну, а теперь, ну, вот здесь что ли, здесь буду писать, отсюда получается, что, поскольку, отсюда омега прицессии, это есть DFI по DT, то есть угловая скорость прицессии, я даже могу вот так вот, ее омега прицессии, которая направлена вот сюда вдоль по оси Z, это есть DFI по DT, это есть M поделить на L синус тета, смотрите, что получается замечательного, M это есть омега прицессии на L на синус тета, и вот сразу видно, поскольку и M, и омега, и L являются векторами, то тогда здесь явно присутствует векторное произведение. Момент внешних сил, вот в данном случае он внешний, это есть ну, омега прицессии на L, и с другой стороны, это есть L с точкой вектор, и вот это вот является основной формулой, описывающей стационарную прицессию гироскопа, стационарная прицессия гироскопа. Момент внешних сил омега прицессии и L составляют тройку векторов. Обратите на это внимание. Три взаимно перпендикулярных вектор, ну, как бы, два из них образуют плоскость, а третий перпендикулярен этой плоскости. Ну, они не взаимно перпендикулярны в данном случае. Вот что получается. Это основное соотношение в гироскопии. Заметим, это уже установившееся вращение. Неначальный, неконечный этап, когда у нас там начинаются движения, которые называются нутациями. Такие можно заставить вот так вот это вот все колебаться, тут вот какие-то дополнительные движения нерегулярной прецессии. Вот, это описание вращения этого вот, вот, этого тела, этого волчка, вот я теперь могу нарисовать, что это волчок, вот, вокруг некой вертикальной оси, если точка будет закреплена. А если точку освободить, то он будет совершать вот такое движение, имея в виду какое, сохраняется вот это положение центра массы, сохраняется. Теперь перейдем к техническому воплощению всего этого дела. Дело в том, что тут масса всевозможных демонстраций, формула описывающая вот все это, она одна единственная. Так вот, я рассмотрю сейчас самый простой, как, что называется, трехстепенной гироскоп. Как он движется. Итак, он перед вашими глазами, если хотите. Трехстепенной гироскоп. Что это такое? Вот, во-первых, есть вот эта горизонтальная ось. Ну, а здесь вот можете представить. Вот, ось Х. вертикальная ось, это может вращаться вокруг вертикальной оси. Ну, и вокруг этой оси, второй горизонтальной оси. Видите? Три взаимно перпендикулярных оси. И вот, прежде чем я просто изображу все это дело, вот эта ось вертикальная, вот одна горизонтальная, вот третья горизонтальная. Пусть у нас, собственно, ротор гироскопа вот смотрят вдоль по этой оси. Вот. Это все закрепленные в подшипниках дела. И здесь есть закрепление в подшипниках вот этой оси. И здесь тоже все закреплено в этих подшипниках. Видите? Что же происходит, если центр масс этой системы вот здесь, вот в этой точке О, центр масс системы, то все хорошо, все нормально. Ничего тут не прецессирует, ничего нет, но а этот естественно у нас направлен вектор L вот сюда. И вот это омега собственного вращения, омега собственной, вот она. Так вот, как только мы сюда подвешиваем груз, вот например сюда, МЖ, это означает, что у нас есть момент относительно центра масс, вот этого центра, куда он направлен? Ну, в соответствии с вашими представлениями, вот он, это момент этой силы тяжести, повешенной на носе гироскопа. И что бы вы думали? Вы думаете, тенос будет опускаться? Нет. У тебя раскрутилось уже? Вот. Ну, сейчас раскрутится мы увидим. Он начнет вращаться наоборот вокруг вертикальной оси. Почему? Да потому, что выполняется вот это соотношение. Момент силы тяжести должен быть омега при цессе на L. И значит, куда это должно смотреть? Вверх, конечно. вот она омега прицессии вертикальной оси. Значит, омега на L вот на этот вектор векторно даст мне момент этой силы направленной сюда. То есть, мы будем наблюдать регулярную прицессию. Однако, всем понятно, что поскольку совершается регулярная прицессия вокруг вертикальной оси, что, конечно, здесь работают силы трения. И есть момент сил трения, который смотрит сюда, M трения. Видите? Вниз, который мешает этому вращению. Как только возникает этот момент сил трения, значит, возникает и еще одна прицессия. Куда она направлена? Смотрим. Момел сил трения, это есть омега трения на L на ту же самую L и куда он смотрит? Ну, сами видим, должен смотреть в ту же сторону, что M. Но это омега трения. То есть поворот и носик постепенно начинает поворачиваться вниз. Но связано это уже с другим моментом, который в этих же осях работает, момент сил трения. Таким образом, момент сил тяжести, вызывающий вращение, заставляет гироскоп прецессировать вокруг вертикальной оси. Но поскольку в этой оси есть момент сил трения, силы трения, которые препятствуют этому вращению, стал быть направлен момент сил трения вниз против вращения, то тогда возникает естественно еще один вид прецессии. И так возникает две прецессии, а вот третья уже не возникнет, потому что у нас здесь двигатель, который раскрутил все это куда еще дальше. Вот вам основные идеи, самые простые. Теперь у нас есть вращающийся гироскоп. И вот смотрите, он весьма непослушный. он его пытается надавить вниз. Вот я руку. Его может, конечно, изнасиловать, но это очень сложно. Вот, или сюда, или наоборот, с этой стороны, видите, возникает вращение, но и нос постепенно поворачивается. Ну, давай повесим груз куда-нибудь. вот возникает у него прецессия, ну, а поскольку это все много трения, то начинает поворот вниз этой оси уже. Ну, и вертикальная прецессия, вокруг вертикальной оси. Можно в обратную сторону повесить, видите, и в другую сторону пойдет вращение. То есть вращающееся тело обладает удивительным свойством. Вы его возьмете в руки и сразу поймете, что что-то не так. Вот мы вам потом в следующий раз уже время мало осталось. А, можно и сейчас показать? Ну, давай, тащи. Если возьмем шар, внутри которого раскручен гироскоп, вращающийся тело, то вы его возьмете в руки и он начнет у вас, ну, если вы хотите любое тело, то оно у вас послушно, оно же не вращается. Повернете сюда, ну, как хотите, это там, ничего подобного. Вы хотите его повернуть, а оно у вас начинает поворачиваться вокруг ваших рук в другом направлении. Понимаете? То есть весьма непослушно. И вот здесь вот вам сейчас покажем на острие вот гироскоп. Шарик, в котором есть тело, вот раскрученный, то есть гироскоп. Ставим его на острие, и мы даже не боимся. Возникает прецессия, видите? Ось наклоняется, и он вас прецессирует, вокруг этого не падает. Это дает, видите, какая симпатичная прецессия возникла. Вокруг закрепленной точки. Там внутри гироскоп 500 оборотов в секунду. 500 оборотов в секунду. Вот любой, понятно, что если он бы не вращался, то он бы, конечно, уже давно свалился. Но возникает прецессия, которая предохраняет от этого сваливания. Аккуратно не ронять. Вон этому вот у меня есть. Какая честь. Ну пошевели его, что с ним делать. Передай ребенку рядом. Ну вот вам еще какой-то там пример. Смотрите. Ну дальше передавай. Вон девчат хотят наверное пощупать. А между тем продолжает прецессировать вот это вот тело. Кстати, видно, что вот эти вот диски вращаются. Вот смотрите. В этом-то в этом-то вот какой-то там стоит. на он удерживает ось, которую вы задаете ось вращения. Он ее держит. И в этом-то все и дело. можно на стол поставить. Не начнешь танцевать. Э, куда? Куда? Можно руками поводить. Ну 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 вот он танцует, знаете, как вот вы это еще не все. Сейчас мы вам еще что-то покажем. А? Ну что мы успеем? Ну вот давай нутации. Долг по контуру. Ну хорошо. Ну вот я сейчас вам не буду уже времени мало. Ну давай раскрутим вот это. вот есть такой контур. Контур. Внимание. Видите? Теперь мы просто веревочкой раскручиваем вот такую штуку и посмотрите как она себя смешно ведет. Отнюдь не смешно а очень физично. Вот смотрите. Что ж тут происходит с этим врачем? Почему оно вдруг начинает описывать вот этот контур? по очень простой причине момент сил трения вот как только мы соприкасаемся с кончиком этого вращающегося тела возникает сила ну понятное трение момент сил трения давит на этот контур это можно ощутить ощутить собственными руками давит на этот контур им деваться некуда как обегать вот единственное что я сейчас вам просто чисто словесами это скажу в следующий раз я вам это просто покажу как это происходит ну все на сегодня я вам это